Злая волшебница Гингема решила покорить мир, заварила в своем котле бурю и направила на людей ураган. Но сама же от него и погибла. Домик маленькой Дороти из Канзаса взмыл в небо и свалился на голову колдуньи. С этого начались приключения героев, которых мы отлично знаем по книгам и произведениям кинематографа. Эту сказку режиссер спектакля и руководитель детской студии Чик Джамбо Жордания выбрал не случайно. Материал отлично подошел под параметры выпускного спектакля. Это не бенефисный спектакль, это не на какого-то конкретного одного или двоих. Здесь надо максимально сделать так, чтобы все дети смогли проявить. Это выпускной спектакль. Это традиция театральная. Это также делается и в вузах, в больших театральных вузах, когда делается спектакль на всех. На всех, чтобы вся студия могла каким-то образом... Каждый человек, каждый актер мог проявить себя в том или ином эпизоде. В Росдраме постарались сделать так, чтобы выпускники третьего потока детской студии прочувствовали себя настоящими актерами на большой сцене. Мы постарались сделать так, чтобы этот спектакль не выглядел как спектакль студии детской или что-то такое необязательное, какой-то утренник. Нет, мы сделали полноценный спектакль с декорациями, с костюмами, со светом, с музыкой. Это действительно такой спектакль большой формы. И, конечно, для детей большое испытание выйти на сцену в первый раз в жизни, на полный зал. И это невероятное волнение. Они еще даже не понимают, не чувствуют этого пространства пока. Но вот этот их первый выход, мне кажется, для них как полет в космос. Они запомнят это на всю жизнь. Спектакль получился профессиональным и по форме, и по содержанию. Создавалось впечатление, что на сцене профессиональные актеры с большим стажем. Впрочем, отчасти так оно и было. Исполнительница роли одной из добрых волшебниц Алиса Будба на театральной сцене уже пять лет. Но при этом она все равно говорит, что лицедейство – дело непростое. На самом деле мы очень много репетировали. Но это несложно, когда тебе нравится чем-то заниматься. То это вообще несложно, это только приносит удовольствие. Так в моем случае. Поэтому было совсем несложно. Но у нас каждый день были репетиции с утра до самого вечера. Требовать от ребенка так же, как от профессионального актера, невозможно, говорит руководитель студии Чик Джамбу в Жордане. К ним нужен особый подход. В этом и трудности, прелесть работы с детьми. Взрослому просто ставишь задачу, и он тебе предлагает какую-то версию. Какую-то версию, скажем так, интерпретации твоей задачи. А в случае с детьми нужно находить. Сначала, конечно, надо попробовать показать ему, но не требовать от него точного повторения. Надо ему показать именно путь, как нужно найти тот или иной характер или настроение того или иного эпизода. Дети освоили множество навыков за время учебы в студии. Они научились управлять своим телом, голосом и чувствами. Раскрепостились и стали более уверенными в себе. Многие исправили речевые дефекты. Выход на большую сцену стал итогом большого обучающего процесса. И в завершении всего они получили еще и огромный эмоциональный заряд от публики. На сцене я играю первый раз. Это трудно, но от этого я получаю удовольствие. Я хочу сказать огромное спасибо нашим преподавателям за их терпение и труд. Я получила от этого просто, не знаю, как описать, но эмоции были прям вау. Полный зал приветствовал юных актеров. Редко, когда столько цветов получают профессиональные артисты в дни премьер. Из-за большого спроса на этот спектакль руководство Росдрама решило еще раз сыграть постановку 8 октября. И если «Волшебник» и «Стройной ООС» будет все так же востребован, то может войти в репертуар спектакля. Мария Анна Потова, Инала Гухава, Абаза ТВ.